Слушайте, ну а наш корреспондент Артем Долгорашенов, он не унимается. Не помните, мы же говорили о том, что существуют очень высокие люди. Он как-то закомплексовал, кажется. Что ты раскачиваешь? Он раскачивается, смотри. Он общался с ходулистами и сейчас, похоже, он на ходуле. Артем, ты чего? Всем доброе утро, друзья. Ну, после такой презентации ходулистов наших прекрасных, я не мог на себе не попробовать это. И, честно скажу, это сложно. Вот ребята стояли, мне казалось, знаешь, что встал? Нормально. Нет, вообще нет. Я как будто... Ой, сейчас, секундочку. Вот здесь. Вот все хорошо. Я как будто немножко, знаете, после тренировки ног меня они просто не слушаются. Расскажите, это нормально вообще вот такое стоять? Я вот сколько? Я три минуты стою, у меня уже не устали ноги. Ну, тело не натренированное, конечно. Здесь нету порочек, за которую вы держались. Нормально, чувствуете себя прекрасно? Завтра на выступлении с нами. Приходится постоянно перебирать ногами, потому что, ну, просто стоять невозможно. Давайте пойдем, попробуем чуть-чуть вперед пройтись. Поднимайте ноги. Эть. Слушайте, ну, высоко, просто высоко гляжу, далеко сижу, что, по-моему, немножко не так. Эть. Ай, ладно, да, все нормально. Вот, аккуратненько, аккуратненько. Слушайте, ну, прекрасно. Мне... Это, на самом деле, действительно незабываемые эмоции. Вот мне папа всегда в детстве боялся, что я буду невысокого роста, так как в 24 года я это дело исправил. На самом деле, потихонечку начинаешь к ним привыкать. К ним привыкать, но, тем не менее, это все равно очень сложно. Вот, если бы меня не держали, я бы, наверное, не справился. Сколько вообще надо времени для адаптации? Ежедневности тренировки примерно в две недели, чтобы вы стояли уже уверенно. Уже уверенно, да? Слушайте, ну, я уже уверенно, а неуверенно стою, по-моему. Слушайте, прекрасно. Я вот, наконец-то, с девушкой сравнялся. Я посадочек, к сожалению, не могу сделать поклончик, потому что ты... Так, аккуратненько, аккуратненько. Ну, что ж, друзья, вот такой у меня опыт, вот такой у меня рост. Я впечатлен, и всем рекомендую этот опыт пережить, не знаю, как-то на себе это ощутить. Ну, а вам, студия, я передаю слово. Валера, надеюсь, ты моему примеру просто последуешь и тоже как-нибудь попробуешь. Так, а теперь задача, как отсюда вы просто слизь. Обязательно попробуй, потому что я сколько наблюдаю, желание возникает у меня, постоять на ходулях. Ты же понимаешь, что все сказано в эфире, это как документ, просто теперь вот все. Хорошо, сейчас будет блок полезной информации, и будем с вами уже прощаться вот так. Три часа прямого эфира быстро пролетают вместе с нами, да. Есть у меня еще информация про самый длинный стол, самое высокое здание. С днем рождения, всех поздравим. В общем, самую быструю речь, да? Самую быструю речь, все, смотри, блок полезной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!